Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Алена Кудряшова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Серьезное ДТП произошло на трассе М7 «Волга» в Ковровском районе. Там столкнулись «Газель» и «КамАЗ». Как сообщают очевидцы, «Газель» двигалась в сторону Вязников и попала в огороженный конусами участок, где стоял большегруз. После удара водителя «Газель» мужчину 46 лет зажало в кабине. На место пришлось выехать поисково-спасательному отряду из Коврова. Как сообщают сами спасатели, пострадавшего еще до их приезда деблокировали работники дорожных служб. Они же перенесли его в другую машину, хотя делать этого до приезда медиков категорически нельзя. Мужчина мог в результате аварии повредить позвоночник. По счастью, пострадавший отделался только различными травмами. До приезда скорой помощи ему оказывали спасатели, в том числе психологическую. Экс-директор Департамента культуры Алиса Бирюкова с 20 ноября займет пост главы администрации Суздаля. Такое решение сегодня принял Городской совет народных депутатов. Документы на должность нового главы подавали двое Алиса Бирюкова и начальник юридического отдела администрации Суздаля Татьяна Михайлова. Обе этим утром выступали перед депутатами горсовета с программной речью. Татьяна Михайлова обещала продолжать благоустройство города и модернизировать объекты ЖКХ. Алиса Бирюкова подчеркнула, что выросла в Суздальском районе, поэтому он для нее имеет большое значение. Коммунальных проблем она не боится. В период руководства Департаментом культуры она занималась ремонтом многочисленных ДК и музеев. В итоге большинство голосов отдано за Алису Бирюкову. Она сказала, что сейчас самое главное войти в юбилейный для Суздаля год. Вхождение состоится уже в декабре с проектом «Новогодняя столица», с большим федеральным проектом, который совершенно заслуженно в этом году будет проводиться в Суздале. И Суздалю нужно выглядеть достойно для проведения этого проекта. В общем, предстоит действительно тяжелый и сложный режим работы. Я это тоже прекрасно понимаю. Круглосуточный, но он скорее привычный. И я думаю, что да, тяжелый для всех, но необходимый. На Лыбецкой магистрали во Владимире демонтируют павильон бывшего автосалона. Снести его должны были еще в 2021 году. Однако владелец до последнего боролся за объект и оспаривал решение суда. Тяжбы в отношении павильона длились около пяти лет. Инициировала их мэрия Владимира. Павильон расположен на неразграниченной государственной земле. Кроме того, он не входит в городскую схему размещения нестационарных торговых объектов. Здание возвели еще в 2009 году. В последующие годы оно восемь раз сменяло владельца. В 2019 году администрация потребовала освободить земельный участок и демонтировать павильон. Суд в итоге согласился с требованием, несмотря на многочисленные попытки последних владельцев его оспорить. Во Владимире обновили парк снегоуборочной техники. В этом году Центр управления городскими дорогами получил 18 новых машин. Все они во время снегопадов выйдут на уборку улиц областной столицы. Среди новой техники комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики, тракторы и грейдеры. Сейчас в арсенале Центра почти сотни единиц спецтехники. До конца года город получит еще пять машин. По оценкам мэрии, это значительно улучшит качество зимней уборки улиц. Количество техники у нас в общей сложности увеличилось. И еще раз хотелось бы сказать большое спасибо правительству Владимирского области, губернатору. Это без их поддержки, без их помощи мы бы, конечно, сами с этой задачей не справились. Вот эта техника в основном пришла в дополнение к тому, что было. Но опять же надо отметить, что количество у нас вроде было большое. Но вот даже прошлый год показал, постоянно часть техники находилась в ремонте, в перманентном. Агрессивная среда, нагрузки те же самые, снега было много. А старая техника, металл встает и приходилось много ремонтировать. Надеюсь, в этом году у нас будет меньше таких вопросов. Потому что, когда совершенство смодернизируется парк, то, соответственно, он и работать будет лучше. Во Владимирской области зоны специальной военной операции возвращаются наши бойцы. Говорят, на фронте военнослужащие каждый день проявляют героизм и мужество. В войсках всегда ждут новобранцев. Готовы обучить их всему, что знают сами. Пополнение ждут каждый вечер и каждое утро там ребята. Потому что работа тяжелая. Работать надо. Новеньким надо обучаться. Тем, которые там работают, надо передавать опыт свой. Ребята всегда ждут. Увидеть жизнь они достойно отслужат. И достойно приедут с наградами и со всеми благами, которые предоставляют нам государство. Максим и Петр дружат с детства. В зоне СВО служили в разных частях. Перед ними ожили страницы истории из учебников. Теперь они понимают, почему наш народ, многонациональный Советский Союз, победил фашизм. Патриотизм присутствует. С первого дня, как ты попадаешь туда, каждый человек, который рядом с тобой, для тебя братом считается. Не важно, с какого ты региона, не важно, с какой ты национальности. Любое тебе поможет. Я всем говорил, когда там служил, что так как мы сейчас здесь общаемся, служим и дружим, я говорю, такого в жизни никогда не будет. И это будет вспоминаться еще годами. Бойцы говорят, никогда не забудут, что им пришлось пережить вместе с боевыми товарищами. Они считают, каждый, кто в силах стать на защиту мирных жителей Донбасса, должен быть на передовой. На самом деле важно, потому что там страдают мирные в первую очередь. И когда смотришь на это все, думаешь, не дай бог, что это домой придет. В первую очередь ты выполняешь боевые задачи, чтобы это не пришло к тебе домой. Молодым людям нет и 30, но полгода в зоне специальной военной операции полностью изменили их самих и взгляды на жизнь. Когда я уехал, я понял, что я не успел со всеми попрощаться. Были моменты, когда, да, очень задумываешься о жизни, то есть приосмысливаешь ее в лучшую сторону, понимаешь, что ты делал не так, что бы сделал по-другому. Люди все как бы за нас болеют, поддерживают. И, ну, слов не подберешь, чтобы отблагодарить всех тех людей, которые нам помогали. И к другим новостям. В Александровском районе до конца этого года планируют завершить капитальный ремонт 35 многоквартирных домов. На эти цели выделено более 200 миллионов рублей. Как проходят работы, расскажут мои коллеги. Следующая компания, и наша администрация, и фонда. Спасибо. Это благодарность искренняя. Зинаида Блинова живет в доме на Институтской улице. Говорит, еще два месяца назад крыши, как таковой, здесь и не было. Она прогнила и не спасала от осадков. Капитальный ремонт обошелся в 3 миллиона рублей. Реконструкцию крыши нам сделали из фонда капитального ремонта. Крыша была очень старая. Ее последний раз меняли в прошлом веке. Вот, она текла. Подрядчик, который восстанавливал покрытие с региональным фондом капремонта, сотрудничает более 8 лет. Говорит, здесь работы было много. Но уложились в срок. Здесь была старая крыша, которая протекала. Но, в принципе, и все крыши, которые мы ремонтируем, они находятся в плачевном состоянии. Теперь крыша покрыта профильным железом. Под ним новая несущая система и современный утеплитель, чтобы жителям было комфортно и тепло. Поменена стропильная система, заменен утеплитель. Естественно, сама кровля была заменена. То есть, практически, эта крыша новая. Все обработано специальным составом антипожарным. Это дом на Институтской улице. Один из шести в Александрове, где капремонт, крыша уже завершен и принят. До конца года в районе должны сдать еще 35 многоквартирных домов. В списке работ также ремонт подвалов и фундаментов, инженерных систем. Всего во Владимирской области в этом году преобразили 309 многоквартирных домов. На эти цели было выделено 2 миллиарда рублей. Алена Кудряшова, Татьяна Семенова. В Муроме рядом со школой номер 4 строят новый стадион. Все подготовительные работы уже выполнены. Специалисты приступили к укладке асфальта. Стадион рядом с учебным заведением будет компактным. Несмотря на это, здесь предусмотрены локации для нескольких видов спорта. Площадка для игры в волейбол и баскетбол отдельная для сдачи норм ГТО. Местные жители радуются изменениям. Вместо пустыря рядом со школой появится благоустроенная спортзона. Ямы, кирпичи, собак выгуливали. Понятно. А как вы считаете, что сейчас стадион появится для детей, будут заниматься, нет? Ну, конечно, будут заниматься. Потому что им приходилось вот на этом безобразии бегать, прыгать и скакать. У них скульптура была именно здесь проходила. Сейчас вроде как будет. Должно быть цивильное. Для любителей легкой атлетики здесь оборудуют беговую дорожку длиной в 250 метров. Она будет обрамлять спортивное ядро. Появится рядом с четвертой школой и поле для игры в мини-футбол. Школьники уже мечтают погонять мяч. Тут были камни, тут очень было плохо. Можно было упасть. Плохое поле было, ворота, сетки не было, чтобы забивать. А сразу мячи куда-то уходили туда, далеко. Ну, а теперь, как думаешь, если стадион такой появится, будет вам хорошо? Да, очень хорошо. Мы будем с друзьями тут играть в футбол. Во Владимире прошел этноквиз «Многонациональная Россия». Его темой стали сказки народов нашей страны. Ведь именно они создают культурный портрет России и помогают узнать ее многоликость. Подробности расскажем далее. Этноквиз – интеллектуально-развлекательная программа, которая объединяет любознательных людей разных национальностей. Ведущий задает вопрос, задача команды – подумать и быстро найти правильный ответ. Ведь на обсуждение дается всего минута. После бланки передаются членам жюри. Правильный ответ. Гостям квиза выносят долму. Это восточное блюдо не просто угощение, но и правильный ответ на предыдущую загадку. Весь первый блок – кулинарный и посвящен национальным блюдам. Каждый из них можно попробовать на вкус. Для меня это очень интересно, потому что я люблю какие-нибудь викторины, конкурсы. И была впечатлена, потому что тут очень много разнообразных блюд. Сегодня, когда я ехала, я думала, о, как хочется бешбармак. Это наше национальное блюдо. И на столе появляется бешбармак. А еще я хотела долму. И это же утром произнесла. И оно на столе тоже. Было вообще здорово. Второй блок посвятили отрывкам сказок. А вот в третьем вынесли волшебный сундук. Ведущий озвучивает загадку. Впервые у гостей есть небольшая подсказка. Ответ на вопрос должен поместиться в этот сундук. Для участия в этноквизе пригласили 10 команд со всей Владимирской области. В каждой по 8 участников. При этом между собой они не знакомы. По задумке организаторов, друзей рассадили за разные столы. Это, во-первых, прежде всего общение. Очень разумно сажают за стол людей с разных районов. То есть никто не знаком. И тут приходится в такой незнакомой ситуации суметь ориентироваться. И уже сплотиться. И давать результат. Этноквизм «Многонациональная Россия» стал третьим по счету. Интеллектуальное состязание проводится в рамках цикла мероприятий ко Дню народного единства. Организаторами выступили Министерство внутренней политики Владимирской области, Дом дружбы народов и областная библиотека для детей и молодежи. Вопросы подбирались, конечно, исходя из того, что у нас многонациональный народ, который живет в Владимирской области. И руководители тех национальных общественных организаций, которые у нас руководят своими организациями, тоже присутствуют в этом зале и тоже отвечают на вопросы. И я подозреваю, что не многие, не все знают ответы на эти вопросы. Сказочную атмосферу для этноквиза помогли создать студенты второго и третьего курса театрального отделения Владимирского областного колледжа культуры и искусства. Три команды победителей этноквиза «Многонациональная Россия» получили шкатулки ручной работы мастерских мастеров. Александра Маркина и Дмитрий Шаталов. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами не прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19 часов. Не пропустите.